Одна из главных составляющих кода любой нации и ее конкурентоспособности – это память. Наши отношения к бесценному наследию прошлого во многом помогают осмыслить настоящее и выстроить будущее. Давайте говорить о сакральных объектах общенационального значения и о том, какую роль они играют в формировании национального самосознания. Я Майя Бигбаева, здравствуйте! Мы начинаем. Сакральное наследие любой страны, как правило, не ограничивается государственными границами. Памятники, характеризующие нашу культуру и историю, находятся не только в Казахстане и сопредельных государствах, но и по всему миру. Сохранение этих памятников позволяет нам расширить собственные знания об истории нашей страны и продвигать культуру Казахстана за рубежом. Дорогие друзья, вот такая тема сегодня нашей программы. Я думаю, всем она вам знакома. Но согласитесь, что сакральная карта, она действительно должна включать в себя не только территорию Казахстана. Вот как хотелось бы мне услышать от вас, насколько сегодня мы, казахстанцы, уже готовы себя ощущать, как нацию, которая действительно вложила большой вклад не только в нашу территорию, но и в мировую цивилизацию. Готовы, как вам кажется, Сапар Искакович? Нет, я считаю, что мы не готовы, потому что мало кто знает информацию о наследии нашего народа за рубежом. Потому что нигде это дело широко не освещается, ни в литературе, ни в учебниках я не видел. Ну, к сожалению, есть только энтузиасты, историки, путешественники, которые проезжают из страны, бывают на этих объектах, вот они знают. Но это небольшое количество. Надо больше распространять информацию в рамках программы «Рухани Жангру». Как вы считаете, кому это нужно в первую очередь? Вот мы с вами были в Египте, и там египтяне, и в том числе их ученые, прекрасно знают, что Султан Гайбарс пришел к нам из Казахстана, пришел к нам из Великой Степи и сделал большой действительно вклад вообще в развитие всего того региона. Вот как вы думаете, почему нужно такими знаниями обладать нам, казахстанцам? Это, прежде всего, чувство гордости. То есть мы всегда должны гордиться своими соотечественниками, своими предками, которые достигли огромного успеха в мировом масштабе. Поэтому Султан Гайбарс, Аль-Фараби, который специально государство в рамках программы «Медини и Мура» восстановило их мавзолей, начал ремонт мечети Гайбарса в Каире. То есть государство в целом старается поддерживать. Другое дело, что да, многие об этом не знают, и многие не знают даже то, что они выходцы из нашей степи, и мы ими гордимся. То есть, прежде всего, я думаю, вот это чувство гордости. Мы ими гордимся, нашими предками. И не только ими. То, что вы сегодня сейчас говорили, о нас знают не только по ним, о нас знают и мы, в том числе и великое переселение народов. Тот же гунн, это тоже наши предки. Атила тоже наш предок. Империя Чингисхана. Мы тоже принимали участие, мы тоже этим гордимся, который весь мир знает. Казахстан – это часть империи Чингисхана. Поэтому есть и научно доказано, и колеса, и брюки, и многие вещи, которые в мире уже давно забыли, но они придуманы кочевниками, то есть нашими предками. Да, я вот хотел бы дополнить как раз, Майя. Да, да. Чувство гордости, это, конечно, должно быть в каждом из нас. Но также вместе с этим у нас должно быть и чувство такое, что мы должны брать урок для себя. Конечно. То есть, молодое поколение должно знать, что вот наши предки, они вносили вклад в развитие не только Казахстана, но и всего, значит, земного шара. То есть, во всех точках есть такие места, где наши предки внесли свой вклад. И это должно быть для нас уроком, примером, чтобы мы, будучи сейчас в Казахстане живущие граждане, также вносили вклад не только в развитие Казахстана, а также вносили лепту и в мировое сообщество. Но, понимаете, дело в том, что Сапар Искакович правильно только что сказал, что прежде чем гордиться и что-то какие-то чувства, мы хотя бы должны знать, хотя бы иметь представление. А вот сейчас мы тоже собираемся в еще одну поездку в Индию, тоже вот телеканал Хабар совместно с Сапаром Искаковичем. Мой проект документальных фильмов в этом году делает международным. То есть, мы как раз-таки изучаем тех наших, значит, исторических выдающихся деятелей, которые прославились не в нашей стране, а именно за рубежом. По движению ваших слов и наш президент говорит в своей программе Рухани Жангуру, да, вот в своей статье, то, что мы должны модернизировать, то есть обновить свое сознание, поменять свое мышление. То есть, мы должны знать свое... То есть, модернизация должна проходить через призму нашей истории. Да, да. Призму наших предков, да, то есть поступков наших предков, да. То есть, это все должно полностью поменять наше сознание. Ну, вот о чем говорит глава государства, это тот национально-культурный код нации, который состоит не только из наших традиций, обычаев, обрядов, языка, но и исторической памяти. В первую очередь, исторической памяти для будущих поколений, для молодых поколений, для тех, которые сейчас учатся в школе. И, конечно же, в первую очередь, сейчас это важный момент, это информированность населения, информированность молодежи о тех исторических событиях, которыми должны гордиться казахстанцы. И о тех объектах, которые мы сейчас уже изучаем. И, конечно же, статья главы государства «Модернизация сознания», она дает уникальный шанс сейчас. У нас все ресурсы для того, чтобы вынести... Ну, все ресурсы есть, но знаний почему-то нет. Ну, это длительные... Хотя, с другой стороны, кажется... Вот знаете, ученые проводят бесконечные конференции, они изучают это, они же пишут какие-то книги, но почему-то они не становятся бестселлерами, чтобы их читала молодежь взахлёб. Заинтересовалась... То есть такое ощущение, что этот наш научный мир, он живет сам по себе, все остальное живет само по себе. Когда ты приходишь в кинотеатр, ты видишь там миллион комедий на самую разную тему, но увидеть хороший, качественный исторический фильм... А можно с трудом. Вы согласны? Я согласен. Дело в том, что вот наши исторические фильмы и вообще наша информация привыкли работать в границе Казахстана. И когда я как человек тоже научный работник, когда я начинаю изучать архитурные памятники, оказалось, что памятник архитуры находится, например, в Актюминской области, а потом в Челябинске. Они одного типа, один кирпич караханицкий, относятся к одному периоду Золотой Орды и памятник Узбекистана. То есть получается, я как архитектор выхожу для того, чтобы изучить вот свое архитурное сооружение, я выхожу за границей, вплоть до султана Бейбарса. Потому что орнаменты там какие-то применены казахские, то же самое в Индии. И получается, это я как ученый говорю, и молодежи нужно показать, что границы вот эти не были, что Узбекистан, Киргизстан, это все наши братья, мы перетекали сюда, Сибирь и так далее. В последнее время я недавно удивился, что у нас большие связи с сибирским ханством. Я в дальнейшем расскажу. Позвольте я в продолжение этой темы по поводу того, что не знают, что в научных изданиях, какие вещи пишут публика. Это, наверное, прежде всего, чтобы погрузиться в контекст, необходима некая подготовка в целом публике. Это одно. Например, о тех вещах, которые сейчас обсуждаются, у каждого специалиста свой подход, свой аспект, в зависимости от предмета исследований. В данном случае здесь нужно, наверное, говорить, как раз-таки, когда мы говорим о своих сакральных ценностях за рубежом, мы должны говорить об атрибутах нашей цивилизации. То есть о пространственных границах цивилизации кочевников евразийских степей. Это не конкретно очерченные границы, это как раз то наследие, которое оказалось в зависимости от образа жизни, от их, так сказать, политической стратегии за рубежом. И в данном случае, вот, как раз-таки, наши, значит, находящиеся сакральные памятники тому свидетельство. Да. Действительно. Но давайте, прежде чем мы продолжим тему о вкладе наших общественных деятелей в мировую историю, поговорим о памятниках культурного наследия у нас. Вот сейчас поподробнее, кто мне может рассказать, на каком этапе находится проект «Сакральная география Казахстана». На сегодняшний день, как вы знаете, после выхода статьи главы государства «Модернизация общественного сознания», там обозначено уже шесть специальных спецпроектов. Один из спецпроектов – это «Сакральная география Казахстана». В рамках «Сакральной географии Казахстана» уже проведено очень много, огромный пласт работ. И в первую очередь работы проводятся Центром Сакральной географии, который возглавляет берег Абдагалиула. На сегодняшний день мы уже сформировали карту сакральных объектов, которая насчитывает 186, поправьте меня, если я не права, 186 объектов общенационального значения и 520 объектов локального значения, то есть регионального значения. Все они размещены на интерактивной карте. Мы стараемся делать интересный и достаточно такой понятный для молодого поколения формат. А какую основную цель перед собой этот проект ставит? Ведь речь идет не только о реставрации памятников, верно? Конечно, это не только реставрация памятников, это в первую очередь изучение этих объектов. И, как сказал глава государства, нам необходимо воедино увязать наши памятники и сделать каркас национальной идентичности, чего у нас сейчас, наверное, не хватает. И почему ставятся такие вопросы? Потому что это такой основополагающий вопрос национальной идентичности. Думаю, Берек Абдул-Люлова продолжит. Да, пожалуйста. Основным, главным одним из критериев было не сами памятники. То есть задача программы называется не просто сакральная герка, она называется духовной ценностью Казахстана. Она вообще президент об этом говорит. То есть мы, когда собираем эти списки, прежде всего это легенды. То есть через эти легенды, это может быть памятник, это может быть природные наследия, это пещеры, это родники, это горы. Все эти места, которые люди считают сакральным. То есть везде с ними связаны определенные легенды. Мы прежде всего собираем легенды. А как этот проект все-таки поможет сформировать вот это новое национальное самосознание и объединить нацию? Оно не формирует новое. Вопрос так не стоит. У нас, к сожалению, очень много в нашей истории исторического сознания обрывиста. То есть нет целостного исторического самосознания. То есть мы даже не помним, мы даже не считаем себя, что мы потомки гунов, что мы потомки саков. Что это как будто давным, как будто не с нами было. Мы даже казахское ханство не помним нормально. Ханов не можем даже путаем имена, только Аблайхана, Абульхайр знаем. Мы даже не можем назвать количество, сколько людей погибло во время голода 20-х годов. То есть мы не знаем свою историю. Мы забыли. Намеренно, не намеренно, но мы забыли. Важно теперь восстановить это. Для этого работают историки, работают журналисты, писатели. И вот здесь мы формируем целостное историческое самосознание. И с каждого, начиная с каменного века, с Петроголя, до современных объектов. Вот, допустим, Казахиэля монумент включили. Это все решает экспертный совет. Потому что это ценность Казахиэля, Мангель Киэль. То есть не сам памятник, а ценность. И начиная с Петроголя, все периоды истории Казахстана, казахского народа, все запечатлены сакральным объектом. Вот тоже, допустим, археологи, вот, Берельская долина, это сако-сарманский период. Мы об этом мало знаем. И сикс золотого. Он для нас символ, как будто не с нами связан. Но мы, это наши предки, а антропологи доказывают. То есть, прежде всего, целостное восприятие истории. Во-первых, это карта. То есть, каждый регион у нас охвачен. То есть, и люди должны знать о каждом. Не только знать, там, Кожа Ахмед Ясави, Бекет Ата. А есть в каждом регионе не менее важные для местного населения, для местных сакральные объекты. Мы должны знать. Урал, Жумагаза, Хазарет, Шихас Казахстан, Восточный Казахстан. И вот такие есть сакральные. И об этом мы все должны знать. И все должны посещать эти места. То есть, дальше должен развиваться туризм. Дальше, люди, начиная с детей, они должны посещать. И это формирует то, что вы сейчас говорили. И глава государства особо подчеркнула. Основная задача этого проекта, это национальная идентичность. Мы единый народ. Сколько объектов и памятников на сегодня включено в сакральную географию? Сейчас, в целом, это около 700 объектов. Сколько было подано заявок? Тысячи, около тысячи. То есть, у нас в каждой области работает специально рабочая группа. С приглашением именно краеведов, ученых местных. Этот список еще будет пополняться? Естественно. Проект только начался. Проект только начался. В первый год, вот, 17-й год, у нас это выявление списка. И теперь дальнейшее изучение. И, возможно, у нас будут дальнейшие корректировки. Проект предназначен, прежде всего, на 5 лет работы. Дальнейше будет ее раскрутка, разъяснение. Вот есть объекты, которые включены в список в ЮНЕСКО. Это какие объекты, которые на территории нашей страны находятся? Петроглиф и Тамкало, в первую очередь. Памятник мавзолея Ходжа Ахмеда Исуи. Также включены, помимо этого, природные. То есть, карта не ограничивается только мавзолеями и объектами историко-культурного значения. Они все включены в карту, да? Это и природные. Конечно, памятники ЮНЕСКО, они в первую очередь, это общенациональное значение Казахстана. У меня тогда такой личный вопрос. А у каждого из вас есть сакральное место? Вот у меня, допустим, мазера Алаколь сакральное место. Вот это мое самое яркое впечатление из детства в Восточном Казахстане, когда родители меня повезли в 4-5 лет. И вот всегда, когда мне тяжело, плохо, я устала или я болею, мне вот именно надо туда. Я вот захожу в воду, трогаю эти камни с дырочками, все знают, наверное, про это, солью проедет. И это мое сакральное место. А у вас какое, Сапараскакович? Есть такое? Ваше личное сакральное место? Нет, наверное, в базаре Ковланда. Ковланда, это находится на территории Активенской области. Но вообще у нас в Тургайе, я же сам из Тургайя, очень много таких объектов. Вы же потомок Тлепа Аспантаилла, выдающегося кубезиста. Расскажите об этом чуть-чуть поподробнее. Памятник тоже включен в сакральное региональное значение. К сожалению, о нем тоже мало кто знает. Но я вам скажу, что после Корхатата, который что-то оставил после себя, какую-то память, какой-то след, этот Тлеп Аспантаилла, от него остались Трикю. Один из них вошел в Золотой фонд Казахстана, это Бахса. Но об этом опять мало кто знает. Его произведения исполняются на наших фестивалях, конкурсах в международах. Его произведения исполнялись на сцене самого большого концертного зала, роль Альберт Холл в Лондоне. Это был 2006 год, когда нам дали королевские ложи, когда приезжали туда депутаты, сенаторы. В общем, личное достойное внимание. Понимаете, много говорить. Целую серию можно передач сделать. Но как раз вот это вот то, что вот Рухани Жангру, мы должны знать историю, не только просто историю, но и культуру, и многое. Спасибо большое. Мы продолжаем нашу программу. История Казахстана тесно переплетена с историей мира. И сакральная география помогает четко понять, что именно мы привнесли в мировую историю, как повлияли на ее ход. Поэтому подходить к вопросу создания культурно-географической карты Казахстана необходимо комплексно. И поскольку некоторые исторические объекты, связанные с нашей культурой, находятся в других государствах, хочется узнать, будут ли они включены в список сакральных мест Казахстана. Об этом в продолжении нашего ток-шоу. Многовековая история нашего народа запечатлена в памятниках, находящихся не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Мемориальные скульптуры и сооружения, отражающие далекие, но важные исторические события, расположенные в странах Европы, Азии и даже Африки. В них заключен код, имеющий культурное значение как для казахстанцев, так и для народов других стран. Поэтому так важно их сохранять и актуализировать. Как продвигается работа в этом направлении, узнаем у наших экспертов. Мне бы все-таки похотелось еще послушать Ширзода Пулатова, вот как члена Ассамблеи народа Казахстана. Вы о каких, допустим, еще памятниках, находящихся за рубежом, знаете? Да, вы знаете, очень много памятников таких исторических есть, с которыми наши предки именно внесли свой вклад. Мне очень хорошо известна та история, которую мне рассказали, будучи в Саудовской Аравии. Там есть гостиница, одна из первых гостиниц, которые основали наши предки. Это гостиница нашего Абая, там издан гостиницы. А что с этой гостиницей снесли? Нет, она, то есть на этом месте построили еще лучше гостиницу, но, то есть, это место, где первая, одна из первых гостиниц была именно создана нашими предками. То есть, условия, да, это именно на свои средства он построил эту гостиницу, и все паломники, которые ездили в те места, они могли там и остановиться, и, то есть, были созданы первые условия такие. То есть, это был такой караван-сарай? Да, это был гостиничный комплекс. Я вам скажу, что это гостиный, ну, как гостиный двор. Как гостиный двор, да? Небольшая гостиница была, но никто его не видел. Ну, я его в свое время искал, значит, ее нету, к сожалению. Но я просто хотел задать вопрос, товарищи. Вот вы знаете историю Узбекистана. Вот, можете мне назвать несколько таких объектов крупных, которые наши предки оставили на территории Узбекистана? Ну, конечно, это есть и мавзолей Айтикиби, и мавзолей Толиби, есть там... Жалантус Бахадур. Я тоже до недавнего времени не знал, пока я не оказался на площади Ригистан, это в Самарканде. Я сначала раньше думал, что вот эти три мечети, которые, да, я думал, что это строили Узбек, там, и другие последующие. Оказалось, что Узбек строил только один, а два построил, это наш земляк, значит, Жалантус Бахадур, который из Казарды. Потому что Жалантус Бахадур является нашим земляком, он выходит из Казарды, он когда-то был эмиром этого Самарканда, от Бухарского хана, и, ну, это о нем надо говорить много. Но, посмотрите, вы очень много путешествуете, и проект по следам предков уже существует на нашем телевидении не первый год. А вот есть ли у вас информация о том, сколько всего памятников, артефактов нашей культуры, истории находятся за рубежом? Приблизительная цифра, сколько? Скажу вам, значит, я примерно насчитал 50 стран мира, где остались следы наших предков. Это представляете? Это Азия, Африка, Америка, Африка. Азия, Европа, Америка и Африка. Более 50 стран мира, более 100 памятников архитектуры, археологии, культуры, письменности, названия мест, рек, значит, более 100 я насчитал. А в каком состоянии эти памятники находятся? Как их охраняют государства? По-разному. По-разному. Но я также знаю, что вы принимали участие в реставрении памятников на территории Дамаска, Каира. Что это были за памятники? Ну, можно я скажу вам, значит, ну, в Каире, ну, это для сведения, вообще в государстве Шам, куда входила Египет, Сирия, Ярдания, Палестина, Израиль, Ливан, часть Саудской Аравии, это информация к размышлению, что туда входила часть Саудской Аравии, где находились города Мекка-Медина, часть Ирака, часть Турции. Вот такая огромная территория была, значит, были под руководством, значит, этого государства США, куда входила, и 132 года правили наши предки. Это вот просто информация к размышлению. С 1250 года до 1382 года. Из них более 100 лет наши султаны, это кипчаки, мамлюки, они только имели права менять вот... На Каабе полотно. На Каабе, значит, вот этот вот материал, на сегодняшний день такие права имеет король Саудской Аравии. Они до недавнего времени, это государство считалось хиджазом. Вот страна хиджаз. Это недавно только как Саудская Аравия стала. А до того этот хиджаз входил в состав Шам. И вот такие же права имели наши. Когда вот я 3 года назад был в Саудской Аравии, и об этом рассказал одному из торговцев, верблюдами этого Саудита, и он тут же хотел зарезать верблюда в честь... Я сказал, говорю, вы знаете, что наши предки были у вас 130 с лишним лет правителями? Да, знаем. Я приехал как раз оттуда, откуда они... Родом. Родом, да, из Казахстана. И он тут совсем поменялся. У него сразу же хотел, значит, верблюд, который стоит от одного до пяти миллионов долларов. Вот он тут же хотел зарезать и угостить Шаблас. Вот так вот. Я хотел сказать, что хорошие предки, значит, 750 лет... Могут делать авторитет, да? ...кормить своих потомков. Спасибо большое, да. Я хотел бы сказать, я как архитектура был у истоков открытия печати Султана Бибарса и в Дамаске библиотеки Султана Бибарса. В 2002 году нас, меня и профессора Чиканаева, отправили от имени посольства, чтобы исследовать этот памятник. И когда мы пришли в мечеть Султана Бибарса в Каир, и действительно там был беспорядок. Потом мы в течение месяца все обмеряли, изучили. Макет до сих пор стоит у меня в офисе. Мы реставрировали всю эту верхнюю часть, где был минорет. Для этого получилось нам, спасибо арабским нашим коллегам, мы изучили все памятники архитектуры мамлюков. И не только Султана Бибарса, Халавун, Хасан, очень много было. И самое главное, мы идем, знаете, как узнавали памятники Султана Бибарса? Идем по городу и смотрим медресе. Как вы знали? Оказывается, среди орнамента барс, понимаете, орнаментальный. И мой друг говорит, вот барс, действительно подходим, написано медресе Султана Бибарса. Мосты смотрели. В общем, изучили вплоть до деревянных изделий, огромный материал у меня есть. После того, это был... Вот когда вы сказали мне недавно насчет этого, ваши сакральные места, я являюсь вот Хабама Матер. Я здесь родился. И я видел памятник, понимаете? Это было первое впечатление, я не был архитектором. Сейчас, знаете, стоит памятник. Теперь, когда я поехал в 2002 году, и когда увидел в течение месяца все эти наши истории, дыхание этой истории, когда нам дали эти книги, когда эти все потомки мамлюков нас приглашали в гости, а когда мы поехали, потом через 4 года поехали в Дамаск, и впервые мы появились, это... вы видели могилу Султана Бибарса, и его, когда мы находили в 2002 году, один такой, значит, наш патриот, араб, это он сказал, где находится могила Аль-Фараби. И мы в первый раз поехали туда. То есть, получается, история, она окрыляет, понимаете? И вот я считаю, что... Я, например, конечно, уже это увидел. Я считаю, что там огромный кладезь, там можно изучать и рассказать не только об одном, а о 25 султанах. Алтай Иранбек, захочется вас послушать. Я, знаете, сейчас, послушав своих коллег, прихожу к тому, что название «Сакральный Казахстан», мне кажется, очень четко сформулировано. Четко? Да, почему? Потому что это, опять-таки, от восприятия времени, пространства кочевников идет. У нас не должно создаваться впечатлений, когда мы говорим о сакральной географии, непосредственно о каких-то материальных памятниках. Правильно, вот здесь сказал тоже коллега по поводу того, что сакральность там и включает в себе всю устную нашу степную историологию. В этом вопросе мы, наверное, должны понимать, что материальные благости... Вообще у нас нет четкого разделения. Это духовная культура, это материальные памятники, поскольку для каждого кочевника сакральность от Амикен как раз-таки заключается... Это обитель его предков. Любое место, где находятся захороненные его предки, для него имеют огромное значение. Поэтому, я думаю, здесь ключевыми словами восприятия того, что как мы должны пропагандировать, должны три понятия. Вот эта вот сакральность, сама наша память. Потому что наша история, она, опять-таки, неосязаемая история. Это история слуха, это история исторической памяти. Именно эта память только может и восприять в нас, вот, как сказать, вот сакральности, восприятие всего, то, что духовно передается, вот это из себя, по-моему, представляет наше наследие. Спасибо большое. Мы продолжаем нашу программу. Сохранение памятников истории означает и нашего национального кода задача первостепенной важности. И речь тут не только об объектах, находящихся на территории Казахстана, но и о тех артефактах, что оказались за пределами страны. Эти памятники несут в себе информацию о нашей истории и культуре, которая имеет важное значение не только для казахстанцев, но и для людей всего мира. Об этом давайте говорить в продолжении нашего ток-шоу. Продвижение имиджа Казахстана за рубежом – одна из задач программы модернизации общественного сознания Рухани Жангару. Этому вопросу сейчас уделяется значительное внимание как со стороны государственных органов, так и со стороны представителей бизнеса и просто неравнодушных людей. Насколько хорошо известен Казахстан за рубежом и что нам даст продвижение имиджа страны в мире, об этом расскажут гости в студии. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Относительно наших памятников. Верик Абдукалиевна. Я вот памятник, который государство вложило очень большие деньги, в самом деле, на строительство культурного центра в Дамаске, вот Аль-Параби, Мавзолеев, Бейбарсаль. Но на данный момент, к сожалению, эти памятники до сих пор находятся фактически бесхозными. То есть культурный центр построен, он сейчас находится на балансе к адреставрации. И он за свой счет содержит там одного сторожа. То есть это проблема. Фактически, конечно, нужно развивать туризм. Люди должны ехать. Голова государства поручил, построили. Но дальше что делать? Теперь нужно передавать на баланс Сирии, там, посольство. То есть вопрос, здесь я имею в виду, построили, сделали, а теперь что дальше? Что дальше, да. Что дальше? То есть эти места должны быть местами паломничества. Это должны быть ехать туристы. Вот если бы был тур, посетить могилу Мавзолей Аль-Параби, Бейбарса, мы, может быть, очень много людей бы заинтересовались бы, да? И в том числе по Каиру. Не просто там ехать, Красное море, вот, а вот еще посетить места, не только увидеть пирамиду, но именно связанные с мамлюками, то, что вот, мечети, да? Конечно, конечно. То есть это отдельный тур по сакральным объектам. Согласна. Вот, как называется, передача Казахстана за рубежом, да? Вот я первый раз ездила не по работе, а как турист, и когда я спросила у нашего гида, мы хотим посмотреть все, что связано с нашими, с Кипчаком, мы хотим посмотреть, значит, мечеть Бейбарса. Как-то это было не воспринято. Как-то не было задачи такой показать нам, видимо, или туроператоры должны оставить. Нет, специального тура такого. Если спросить, это может посольство подсказать, повезти в мечеть Бейбарса первую, там, и других мамлюков. Но это, для них это нужно, если будет спрос, они это сделают. Главное, чтобы люди как бы спрашивали. Но сейчас самый популярный это пирамида, большой музей, в принципе, они по вот этим вот принятым каким-то общественным местам. Или люди наши. С другой стороны, если будет спрос, будет предложение. Если много будет ехать туристов из нашей страны, желающих это увидеть, то я думаю, что и тур появится, и гиды появятся. Но поскольку наши ничего не знают, никакого интереса у них нет. Нам нужно прививать интерес. Мне кажется, здесь надо делать таким образом. Вот когда мы находились в Египте, да, и вот я считаю, один из важных моментов, это привлечь наших студентов там. Может быть, какой-то круг студентов. Они должны куда... Я уверен, что там студенты есть и в Дамаске есть. Там учатся в мечети, и вот так в университете учатся. Я считаю, что молодежь, каких-то наших там бизнесменов, и вот эта диаспора должна... Центр протяжения должны быть те места, где находятся наши памятники. Только так. А так просто, чтобы там египтянин или сирийц сам занимался, или даже наши туроператоры... А что еще нужно? Еще нужно... В первую очередь, мне кажется, что мы сейчас говорим, да, за рубежом, чтобы нам предлагали туры. Но для меня вот, наверное, модернизация сознания произойдет в том случае, когда мои друзья, мои знакомые скажут мне, что они в отпуск не поехали отдыхать в Турцию или в Египет на Красное море, а скажут, мы поехали по святым местам Южного Казахстана, по святым местам Западного Казахстана. И это будет... В любом туроператоре вам предложат в первую очередь тур по Казахстану. И я благодарна очень своей школе, в которой я проучилась. И когда в восьмом классе я посетила все, ну, наверное, не все, часть сакральных на сегодняшний день объектов именно Южного Казахстана, и это и Арстанбаб, и мавзолей Айша Биби, и, конечно же, мавзолей Худжахмеда, что поднимает патриотизм. Вот о чем и говорит глава государства, это отношение к своей родной земле, это патриотизм. И, конечно, когда у нас будет патриотизм здесь, в Казахстане, у каждого нашего ученика, у каждого студента, когда мы будем выезжать за рубежом, у нас в первую очередь будет гордость за свою страну, и мы будем искать там памятник. Это тоже все должно быть, в том числе и в проекте по продвижению имиджа Казахстана за рубежом. Да, конечно. Вот как вам кажется, нам удается с этим справляться? Вообще, что делается по продвижению имиджа нашей страны за рубежом? Это презентации книг, концерты. Кто может сегодня привести пример? Я хотел бы, например, возьмем, значит, у нас сейчас большие связи с Турцией, да? Я хотел сказать, что, например, однажды, когда я начался, я был членом жюри по Экспо, и в Турции я рассказал про Экспо. Потом мы начали общаться с турецкими, с серединзиатскими архитекторами, и мы, значит, они показывали свои памятники, мы показывали свои какие-то неизвестные. То есть только при взаимообмене с тем государством, с нашими, и когда мы видим с турками или с арабами, мы видим нашу взаимосвязь, и мы показываем свою историю. Они показываются тогда, только тогда можно. А как мы должны вообще... Можно я вот... У нас специально один из спецпрограмм, о которых говорила Екатерина, как раз посвящено культуре, вот можно начать подробно. Культура за рубежом. Это еще один спецпроект. Такая же программа, как Сакральный Казахстан, но специально ориентируется для за рубежа аудитории. И я бы хотела, вот вы спрашивали, да, вопрос был как раз по тому, как воспринимают Казахстан за рубежом, какой имидж, то есть бренд Казахстана за рубежом. В октябре прошлого года состоялась большая, огромная такая масштабная презентация казахстанской культуры за рубежом в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО. Состоялась масштабная презентация, и там были выставлены, как наши объекты Сакральной Географии. Мы рассказывали о объектах, мы рассказывали о природе Казахстана, мы показывали наше культурное богатство. Здесь речь идет о 3D-моделях, да? И 3D-моделях в том числе. Как это все было презентовано? В рамках виртуальной карты, которая разработана Центром Казахстана, вы можете зайти сейчас казмап.кз, любой гражданин может зайти на эту карту, кликнуть на ту область, которая интересует, например, Карагандинскую область, зайти и посмотреть список всех сакральных объектов Карагандинской области. Дальше этим не ограничивается, мы не просто обозначили их. Если зайти и почитать те легенды, которые представлены и пройти на общереспубликанских всех памятников, мы постарались сделать на всех, если не ошибаюсь, 3D-моделирование именно того объекта. У нас достаточно ресурсов для того, чтобы это было, да? Конечно. На сегодняшний день у нас есть все ресурсы, и мы пополняем эту карту, эта карта обновляется, и мы делаем так, чтобы в отдаленных селах, в отдаленных аулах любой гражданин мог зайти и, не имея средств даже проехать на те объекты, посетить их, они могли знать историю и посмотреть все убранство того или иного объекта. А что можете сказать о возможности создания виртуального музея? Виртуальные музеи, они, в принципе, уже создаются. Создаются уже. Они создаются и в регионах страны, и в Национальном музее Республики Астан. То есть сегодня у нас большая программа по цифровизации и по оцифровке музейных экспонатов, конкретно музейных экспонатов, которые имеют большую историческую ценность. То есть это, конечно, это не в один день, это не в один месяц, не в один год это делается. Это очень большой проект, который будет на несколько лет рассчитан. И я надеюсь, что вот эта цифровизация, о которой сейчас также говорит глава государства, и она соприкасается с историей культуры нашей страны, в каждом музее будут созданы так называемые виртуальные 3D-туры музея. И школьники, студенты могут зайти, сидя у себя в классе, зайти и посмотреть конкретно по какой-то исторической личности, по определенному музею. И в этом направлении тоже большая работа проводится. Оцифровки вот не только экспонатов, но и памятников. И памятников, да. В прошлом году впервые полностью оцифрован Мавзели Хожа Ахмед Ясови. О, потрясающе. И Карахан. То есть фактически для меня это было непонятно, как оцифровать целое здание. Это специально очень дорогое оборудование приобрел национальный музей. И он сейчас теперь будет каждый памятник. То есть люди там, он фактически заходит, смотрят, как будто надеваете очки или можно на компьютере. Виртуально реально вспомнить. Виртуально посещаете. Это компьютерный дизайн еще. Он может посетить, войти во все комнаты, потрогать, почитать. Это все впервые. Где это можно посмотреть? Это национальный музей. Сейчас, наверное, находится национальный музей. А вот потом, если этот виртуальный музей уже будет создан, где его можно будет увидеть? Это уже через интернет любой может войти в этот музей. Просто набрав виртуальный музей, да? Да, виртуальный тур по музею. Я хочу сказать одно. Вот это Хаджахмин, Сави, отдельная память, это прекрасно. Но это должна быть в системе координат. У нас около свыше 100 городов. Фактически, вот если взять в Узбекистане, там сохранились Бухара, там какие-то города сохранились, а наши такие города, Отрар, Сауран, Созак, все исчезли почти. Это все можно поднять. Мы сейчас занимаемся, наша фирма занимается, поднять это все и в 3D поднять город. Воссоздать полностью. Полностью. Почему? Я сначала, мне казалось, что это невозможно. Но когда я начал изучать, Бухару начал изучать теориальные памятники, оказалось, что вот Ханака, Бани, оказалось, в период Золотарды была типовая система. Кирпич одинаковый, мавзолеи были определенной высоты. То есть все можно было воссоздать, да? Да, все это можно поднять. И археологи, если помогут, то можно все эти города поднять. Почему это нужно? Вот представьте, мы Туркестан поднимаем и Хаджат Масиви, в системе координат. Молодежь любит реальность. Да. Понимаете? Реальность. Если мы реальные города поднимем, то еще город, где построим это все, это будет вообще шикарно. Потому что это реальные города были, они, мы там жили. Тогда и виртуальные музеи будут не нужны. У нас сейчас, да, у молодежи, как мы называем, это клиповое мышление. У нас пролистать ленту Инстаграма не больше 20 секунд видео, а 30 секунд видео. И для этого, конечно, мы, смотря на молодое поколение, и совместно с Центром Хасида Казахстана уже разработаны видеоролики, 30 видеороликов для мобильных, для социальных сетей, 30-секундных, о каждом памятнике. То есть, если уже у нас школьники не могут открыть те научные работы, которые у нас пишутся и которые издаются, вы можете зайти в социальные сети и найти там эти 30-секундные ролики и посмотреть, хотя бы заинтересовать, заинтересовать, чтобы он уже пошел в библиотеку, нашел информацию, съездил на этот объект, посмотрел. Мы сейчас, ну, работа проводится для того, чтобы первую очередь... Сейчас есть у вас конкретные результаты по данному направлению? Ну, я, например, всегда на своих занятиях стараюсь визуализировать, потому что действительно сейчас ребята это только визуально это все воспринимают. А что вы, как визуализируете, что вы показываете им? То есть, понимаете, историю сегодня преподавать, как мы раньше вот подавали, это невозможно, поскольку они не хотят слушать, это сто раз слышали, это везде написано, и в связи с этим им чувственно надо передать историю. На самом деле, каким-то образом показать, какие-то эмоции, например. Если это города, вы правильно говорите. Мы, например, практикуем, вот в казахстанском филиале МГУ, обязательно вводим своих, значит, студентов в музей, национальный музей. Да, что есть, мы стараемся сейчас и фильмы показать, различные, значит, виды, значит, визуализации. Это интервью может быть, и это фильм может быть. То есть, таким образом, мы стараемся сегодня воспитать... Спасибо большое. Мы не отходим от нашей темы вообще. Я пришел на передачу, которая называется «Сакральный Казахстан за рубежом». Ну вот как раз сейчас мы и переходим к вашему проекту «По следам предков». У нас есть небольшой сюжет, давайте посмотрим. В 2016 и 2017 годах состоялись две экспедиции путешественника-исследователя Сапара Искакова «По следам предков». Участники экспедиции, ученые и археологи побывали более чем в 20 странах – Европы и Азии, в России, Армении, Украине, Белоруссии, Польше, Франции, Германии и других. Они посетили места проживания гунов, тюрков, кипчаков, изучив миграционные маршруты, культуру и быт наших предков. Экспедиции были проведены исследования мест раскопок, артефактов и архивных материалов. Обработано и систематизировано огромное количество информации. Но на этом исследования не заканчиваются. В 2018 и 2019 годах запланированы новые экспедиции. На этот раз ученые посетят Китай, Корею, Индию, Турцию всего около 30 стран. И все-таки, Сафар Аскакович, какие важнейшие, на ваш взгляд, открытия были сделаны в ходе этой экспедиции? То, что наши предки имели такие же полномочия, как на сегодняшний день король Саудской Аравии. В течение 130 лет они правили всем мусульманским, исламским миром. И в том числе, куда входили самые святые города для мусульман, это Мекк и Медина, который назывался Хиджаз. Это часть Саудской Аравии. Вы об этом говорили уже. Еще что? Можно сказать, что грузины на сегодняшний день поклоняются перед духом наших предков о том, что они освободили Грузию от настоящего уничтожения как нации, как государства. В этом году отмечается 900-летие прибытия кипчаков на территорию Грузии. В 21-м году будет отмечаться 900-летие освобождения Грузии от тюрков, седжуков и персов. И вот я, когда в прошлом году был, я предложил премьер-министр Грузии. Я говорю, давайте установим памятник Хану Артык и Давиду, строителю, в Грузии, Тбилиси и в Астане. Я не знаю, как примут мое предложение наше правительство, но на сегодняшний день вот такое вот есть предложение. Прекрасно. Еще что-то было такое выдающееся? В Америке были? Вот вы говорили... Сейчас собираюсь, мы собираемся в Америку. Я знаю, что мы нашли потомков наших предков в Японии, в Корее, в Китае. Ну, не говоря о том, что и в Индии, и в Египте, в Европе, на Кавказе. Спасибо большое. Спасибо вам за эту работу. Я на сегодняшний день по ДНК имею своих прямых родственников в 22 странах мира. Потрясающая цифра. Мне кажется, на этой оптимистической ноте нам пора завершать нашу программу. В деле сохранения культуры в значительной степени помогают объекты национального достояния, находящиеся не только в самом Казахстане, но и за его пределами. Составление собственного реестра объектов национальной гордости дело сложное, трудоемкое, в котором необходимо учесть труды всех исследователей и ученых. Проект Сакральный Казахстан должен стать основой национальной идентичности, символической защитой от вызовов современности и источником сохранения сакральной памяти народа. Давайте говорить на телеканале Хабар. До свидания. Всего вам доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова